Аб. Хурейра, от Абу Хурейры, который сказал, сказал посланник Аллаха, С.С.А. МАМИН, ИУСПИХУЛЬ АИБАДУФИХХ ИЛЛЯ МАЛАКАНИИ ЗИЛАН, ФАЙКУЛЬ АХАДУХМА АЛЛЛАХУММА ААТИМУМСИКАН ТАЛАФА ВАЯКУЛЬ АХАРУ АЛЛЛАХУММА ААТИМУМСИКАН ТАЛАФА Нет ни одного дня, нет ни одного дня, утро которого застают рабы, чтобы не спускались бы два ангела. Не спускались бы два ангела. И один из них говорит, о Аллах, дай тому, который расходует халяв, то есть замену, компенсацию, продолжение. И говорит второй, о Аллах, дай тому, который удерживает, дай ему гибель. Два ангела нисходят каждое утро. Каждое утро обращаются к Аллаху с этим дуа. Дуа за того человека, мольба за того человека, который расходует на цели угодные Аллаху, и дуа против человека, который удерживает и не расходует, и проявляет скупость. И просят они дать тому, который расходует халяв. Халяв, то есть хорошую замену, компенсацию, хорошую замену тому, что он расходовал в этом мире, и благую замену в вечном мире, награду в вечном мире. Ну и этот халяв, эта замена, она, говорят, ульяма подразумевает не только замену имуществом. И имуществом, да, Аллах, субхану ва таре, дает ему компенсацию, увеличивает ему имущество, да. Но подразумевается здесь еще замена наградой большой и другими вещами, как, например, отведение от человека зла, отведение от человека каких-то бед. Ангелы делают это дуа за такого человека. А для того, который мумсик, который жадничает, который скупиться не дает, просят для него тареф. Тареф, то есть гибель, ущерб, потерю. Это касается потери имущества, именно имущества, само имущество. Тебе потеряет, понесет ущерб в имуществе. Либо это касается его самого, то есть обладателя имущества. Его коснется гибель, то есть умрет и не получит пользы от того имущества, которым владеет, на которое скупится. Также некоторые ульяма говорят, имеется в виду что, что человек этот потеряет. То есть тареф, вот это вот гибель, что это значит? Это значит потеря деяний, благих деяний, амалюльбир. Он будет занят другими вещами и не будет заниматься благими деяниями, будет лишен этой возможности. Аллаху Акбару, такой вот великий хадис. Хадис, который побуждает такую вещь, как алинфак. Инфак, то есть тратить на цели, угодные Аллаху Субханава Тааля. Проявление щедрости. Инфак, трата, расходование на семью, на детей, на близких, на родственников, на гостей. Садакат, милостыня, как обязательная, так и дополнительная садакат, милостыня. Всякий раз, когда ты будешь тратить, расходовать из того, чем тебя наделил Аллаху Субханава Тааля, расходовать на благие цели, Аллаху Субханава Тааля будет давать тебе благую замену. А торговля с Аллахом Субханава Тааля, это поистине выгодная торговля. Ислам побуждает такую вещь, как аль-карам, щедрость. Щедрость, это что такое? То, что посередине между табзир, то есть расточительством, бездумной какой-то тратой, и скупостью. Аль-карам, щедрость. Да, щедрость, когда ты принимаешь гостей. Щедрость в вопросе садакат, в вопросе милостыни, в вопросе пожертвований на богугодные цели. И вот это не называется исраф, потому что некоторые люди, расходование на пути Аллаху Субханава Тааля, когда человек расходует на бедняков, на пути Аллаху Субханава Тааля, на призыв, на тулябуль альм, на распространение книг, на другие какие-то полезные вещи. Некоторые люди называют это исрафом. Или щедрый прием гостя, называют это исрафом. Нет, это не исраф. И говорит такой человек, яхи, нам запрещен исраф. То есть оправдываются запретом на исраф, оправдывают на самом деле свою скупость. Мы говорим ему, нет, нет, дорогой брат, расходуй, расходуй, щедро расходуй на пути Аллаха Субханава Тааля. Посмотрите, Ибраим, алейхи салам, когда пришли к нему, прибыли к нему гости. Это были ангелы, да, но они пришли как гости к нему, в человеческом облике. Что сделал он незамедлительно? Пошел и заколол теленка. Телец. Даже не баран там и не козочка, да, целого телца, целого теленка. И пожарили его, пожарили, принес, принес он, положил перед гостями. Могли ли эти гости съесть всего этого теленка? Нет, разумеется. Он знал, что они не съедят этого теленка целиком. Что-то, что-то попробуют, да, возможно, что-то поедят. Но всего этого теленка они все равно не съедят. Но при этом это был целый теленок. Вот такая вот щедрость. Чтобы они сами выбрали из этого мяса, из этого теленка, которого он принес, зажаренного, так целиком. Чтобы они выбрали, что они хотят, эти гости. Вот такая вот щедрость. То же самое, щедрость в садакат, то есть в милостыне, в виднякам, в расходовании на пути Аллаха, на пути да'ава, на пути призыва. Побольше делай это, насколько ты можешь это делать, насколько у тебя в твоих возможностях. Не жадничай, потому что ты, если скупишься, скупишься против самого себя на самом деле. Если проявляешь щедрость, то ради тебя самого на самом деле, для твоей же пользы. А то, что ты говоришь, Исраф, или некоторые говорят, ну, надо содержать же семью, мне, конечно, надо содержать семью. Да, это первое. Мы говорили, с вами у нас были целые, что разделы. Что первое, кто имеет право на то, чтобы ты им давал, чтобы ты их содержал, это твоя семья, это твои дети, это твоя жена, правильно? Те, кого ты должен содержать. Это первостепенно. Но некоторые оправдываются этим, говорят, мне нужно содержать семью, и не расходуют на другие цели. Не дают садака. Оправдываются тем, что вот нужно содержать семью прежде всего. Семью содержать, да, это обязательно, это первостепенно, это самое лучшее, самое важное, да. Но что значит содержать семью? Содержать бельмааруф. Бельмааруф. Мы говорили с вами, что значит бельмааруф. То есть так, как это принято. То есть, например, твоя жена. Женщины такого уровня. Ее сестры. Женщины подобные ей. Ее уровня, ее класса. Что обычно? Обычно в орфе, в традиции, как это принято у людей, что дается им? Ну, например, там три платья на выход, предположим, или два платья на выход. Например. Там четыре-пять платьев каких-то одежд там в доме, да. И едят то-то, то-то приблизительно, да. Вот так вот, согласно урфу, то же самое касается детей. То есть, тратишь бельмааруф согласно урфа, согласно тому, как это принято. Потому что некоторые люди понимают хадисы о расходовании на семью, понимают неправильно. То есть, две крайности. Некоторые пренебрегают содержанием семьи. Это большой грех, это большая ошибка. Некоторые уходят в другую крайность. Понимают хадисы неправильно. Да, хадис есть, что динар, который ты потратишь на твою семью, на твоих детей, лучше, чем динар, который ты потратишь на пути Аллаха. Да, смысл хадиса такой, мы с вами проходили. Это. Но некоторые что понимают из этого? Понимают, что все, вот я буду на семью тратить не только то, что им необходимо согласно Урфа, согласно принятого, и еще то, что касается такмилия, тахсиния, то есть вещи, которые же относятся не к необходимому и не к нужному, а то, что относятся просто к каким-то развлечениям или роскоши какой-то. И будут разить на семью и не давать на другие цели. Это большая ошибка. Это большая ошибка. Понимает так, что если придет к нему человек и скажет, вот нужна мечеть, и мы будем строить мечеть, расходы, дай что-то на строительство мечети. Он говорит, нет, 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 дети, дети, семья, это первостепенно, это важнее. или говорит, другой приходит, говорит, вот хотим купить книги для Туляб-Али-Ильм, например, да, хотим купить книги для Туляб-Али-Ильм, для искателей знаний, нет-нет-нет, Алияль, Алияль, дети, семья, это первостепенно, это важнее и так далее. Да, конечно, семья, это самое важное, но это когда речь идёт о нафа-каль-ваджиба, то есть об обязательном содержании, обратите внимание на этот вопрос, мало кто разбирается в этих вещах, кто может правильно расставить акценты, ударения. А нафа-каль-ваджиба, то есть обязательное содержание семьи, конечно, это прежде, это сначала, в смысле обеспечение их едой, бельмаруф, так как это принято, обеспечение их одеждой, так как это принято, а так что ты тратишь постоянно, сыпешь деньги, берёшь семью, какие-то развлечения им устраиваешь, там везёшь их туда-сюда, в какие-то развлекательные центры, сыпешь деньги в какие-то поездки туда, на один курорт, потом на другой курорт, и говоришь, семья важнее? Или покупаешь игрушки, игры какие-то, развлечения для детей, то одна игрушка, то вторая, то третья, но что, поиграли, они один день, два дня этим потом сломали, оно валяется где-то, и так без конца, то одно покупаешь, то другое, и говоришь, семья важнее, семья первостепеннее, в то время, когда кто-то из твоих братьев не находит деньги на элементарные какие-то нужды, может быть, кто-то из кто умирает от голода, ты говоришь, семья, или дети важнее, дети первостепеннее, нет, не так. Это вот важное правило. Аят указывает на что? Что призывающий к Аллаху, он должен начинать прежде всего со своих близких, со своей семьи. А то, что делают некоторые люди невежественные, оставляют своих близких, своих домочадцев, своих родственников, которые, жители своей местности, которые находятся в заблуждении, пребывают в многобожии, и едут куда-то далеко, за 3-9 земель, едут туда, чтобы призывать людей. В то время, как свой народ и свои близкие, свои родные, иногда своя мать, свой отец, находятся в неверии или в грехе. Это несовместимо с сунной. Это противоречие сунной пророков, пророка Мухаммада, саллаху салям и всех пророков. Начинают со своих близких. Неужели вы приказываете людям благочестие, оставляете самих себя, в то время, как вы читаете Писание, неужели вы не разумеете, говорит Аллах Субхану Атару. Так Ибрахим начал со своего отца.